Добрый день, Валерий Константинович. В 2018 году заказал черенки абрикоса поздние, в 2019 привил их на сливу, видите, чем хорошо? Опять абрикос, опять на сливу, который растет на соколине многих на дачах. Но если абрикосы, хотя их очень быстро вырастить, получить потом, но никто этим не занимается. Вот. Контрольные цифры называл Ваулин, если он с моих, у него получилось где-то 28 килограмм, 48, где-то звучало 70. С дерева. Десятилетнего, десятилетнего почерка. У него контрольные-то были с других этих самых-то, знаете, сколько? 500 грамм. Грамм. Это были контрольные с других мест. Чувствуете разницу? И он набрался смелости и взял, привел пример селекционной станции, настоящей на обуче, да. У которой средняя урожайность этих же абрикосов была. Внимание, все на стол держитесь, а то попадете и получите травму. Итак. Недалекая, как таково написано от них, селекционная станция. Урожайность была. 300 грамм. Так. Мне почему-то кажется, государственную премию я уже заработал. Может на пару с Ваулиным. Все-таки он проделал большую работу с моими материалами. Итак, возвращаемся. Опять абрикос, опять на слив, причем тех, которых много. А теперь, что ему делать с веточками сливы? А они рядом растут. Я не стал никать, вот я вижу абрикосовые эти. А тут, правда, немножко непонятно. Они не с двух сторон растут, а как-то не так растут. Я не стал никать, просто сказал. Отсюда возьмете черенки, вот они, абрикосовые. А вот я вижу сливовые, по эти, назовем корневые отводки. Тычься теперь сюда, сюда, дальше полезут. Стоит только эти, с помощью прививки они будут обрезаны. Так. И еще больше пустят этих корневых отводков. И вы в следующем поколении, и однажды у вас абрикосы будут по всей округе. Главное не остановиться, потому что, поверьте, я не просто говорю, вот будет. Ура. А он у вас на второй год может помереть. Итак, первый и последний мой опыт. Прививки абрикос на сливы. Причем сливы китайские. Вот. Лучшие результаты получились потом у Чернобаева, но на Венгерках. Вот. Нет. У него сливы на абрикосах. А я сейчас говорю про абрикосы на сливах. Так что чернобаевский опыт, ну он тоже годится. Какая разница, кто вверх, вниз. Это почти как секс, не важно, кто сверху. Важен результат. Извините за такое сравнение. Так вот. Значит. Привил 10. 8 пошло. За следующий год было 7. Еще через год 5. Еще через 2 года 3. Заплодоносили 3. Абрикосы привиты носили. У меня не хватало тогда подвоев абрикосов. 3. И 10 лет выдержала только одна. Хорошие урожаи были. Но через 10 лет. И она последняя умерла. Но я еще тогда был неопытный приватчик. Я сейчас уже выбираю места, где наиполее результат. То есть. Хотишь иметь саженец. Я все секреты расскажу. Как можно ниже у земли. Берешь веточку с самого основания. То есть берешь черенок с основания ветки. Используешь только лучшую каплировку. Можно каплировку, но она менее надежная. Она качественней. Без этого. Без расщепа. Но ломается легко. И это проходило. В общем, вот такой ответ на ваш вопрос. Спасибо.